Самоспасатель, фонарик и каска. Стандартный набор горно-рабочего примеряют диггеры. В Дальнегорск подземных путешественников привело любопытство. Маршруты Владивостокской крепости выучили наизусть. Захотелось нового. Узнали, что есть рудники. Поняли, что у нас есть промышленность в Приморье. Существует. И нам захотелось бы узнать поближе, что это такое. Конечно же, мы решили легально попытаться попроситься в рудник, чтобы нам рассказали, что такое рудник изнутри. Прежде чем попасть в места, где добывают руду, пришлось пройти пару километров пешком по старым выработкам, потом на лифте на расстояние с той этажей вниз. В забое бурят непрерывно. И то, что владивостокским туристам в новинку. Для каждого третьего дальнегорца будни. Александр Кириленко здесь работает 10 лет. За это время освоил горнятский труд и привык к замкнутому пространству. Смена длится 7 часов. За 7 часов надо обурить. На этот конкретно забой 48 шкуров. Вот их надо обурить и все шкуры зарядить. В конце смены по времени сделать, произвести взрыв. Страшно, необычно, когда приходишь сюда учеником работать. А потом привыкаешь и не обращаешь внимания на некоторые вещи. Главная опасность выработки – обвалы. Но там, где добывают руду, отслоившуюся породу убирают. В путешествии туристов сопровождают опытные горняки. В подземелья водят даже школьников и студентов. Всегда и всем мы рассказываем, чтобы люди знали, как у нас металл добывается и как работают люди. История рудника, какое раньше применялось оборудование, как проходились выработки. В принципе, дигеры у нас, ну, на мою бытность первый раз. Это, ну, как они, отзывы их, что вроде им интересно посмотреть. На дальнегорских рудниках дигеры не остановятся. Уже знают, куда отправятся после. В ближайших планах подземелья острова Аскольд, а в дальних – пещеры Камчатки. Дарья Орлова, Платон Волков, Панорама.